Я только сейчас вернулся с похорон, мы провожали последний путь Робьёну Горина о благословенной памяти. Человека, который жил здесь, в Нью-Йорке, на Брайтон-Бич, и сын которого, Робьору Горин, явняется в каком-то смысле лицом русскоязычного еврейства сегодня. О его брата я, к сожалению, не знаю, но хочу выразить прежде всего соболезнования вдове и сыновьям всей семьи, чтобы семья больше не знала горя, чтобы душа Робьёна поднялась на небеса и была защитницей и источником благословения семьи всех своих потомков. В связи с этим, друзья, я хочу вспомнить слова мудрецов, которые говорят, что человек, у которого есть сын праведник, сыновья праведники, как будто не умирает. Он продолжает жить в душах своих потомков, в душах своих учеников. Память эта вдохновляет их творить добрые дела. И поэтому, хотя у души как будто уже нет руки, которая может это доброе дело творить, тем не менее, сын становится рукой, или как мудрецы говорят, как бы коленом отца, поднимающего отца в мирах духовных. Не случайно у нас в статье есть музей Холокоста, который называется «Яд Вашем. Рука и имя». Это Всевышний говорит, что те, кто ушли из этого мира без детей, понятное дело, это те, которые, например, были убиты во время Холокоста, во время погромов, инквизиции, были вырезаны целой семьей, не оставляя, казалось бы, ничего после себя. То Всевышний говорит, я буду их продолжением, я буду их рукой и их именем. Это музей Холокоста в Русалиме. Но если есть сыновья, если есть потомки, то они являются рукой и именем, которое продолжает освещать память ушедшего человека. Когда говорят «кадиш» — это поминальная молитва, так думаю, эта поминальная молитва, на самом деле эта молитва, она не в миноре, она в мажоре. Это песнь жизни, это песнь любви к Богу, к жизни и к людям, и благословения народу. Ибо жизнь продолжается, и есть сын, есть сыновья, есть потомки, есть ученики, которые продолжат путь добра. И с любовью к миру, с любовью к людям произносят потомки эти слова «кадиш», эти слова освещения имени Всевышнего и освещения памяти ушедшего. Вы знаете, друзья, удивительно все-таки, что Рабьона был человеком очень тонкой души. Я имел счастье быть с ним знакомым в какой-то мере, но то, что чувствовалось с ним, это очень тонкий и скромный человек. И поскольку я знаю Раба Боруха, то я слышу очень часто в его словах недосказанность, намек, тонкость, удивительная тонкость души. Это, конечно, продолжение отца. И в этом смысле душа отца – источник благословения всей семьи на земле, а дети, сыновья, внуки – они продолжение Рабьоны. Но хочу вам сказать, друзья, еще, что вот не в какое-то другое время ушел Рабьона, а вот именно в тот момент, когда мы читаем в Торе, историю о том, как ушел Яков из Бершевы и пошел в Харам. И мудрецы говорят, а зачем нам нужно было говорить, и ушел он из Бершевы, мы и так знаем, что Яков жил в Бершеве. Это все наше сказать, взял Рабору Горина из Москвы, приехал в Нью-Йорк. Мы и так знаем, что он в Москве, он просто может сказать, он приехал в Нью-Йорк. Почему же сказано, что и вышел Яков из Бершевы, говорят мудрецы? Это потому, что уход праведника оставляет впечатление. Когда праведник живет в городе, он является источником света. Когда праведник уходит из Бершевы, из города, он оставляет после себя впечатление о свете. Если мы посмотрим на эти слова поверхностно, то нам кажется, что если, например, праведник жил в каком-то городе, и он ушел, то там был свет, а сейчас тьма. Но если мы глубже постараемся проникнуть в саму суть слов мудрецов, то мы увидим, что речь идет о том, что праведник оставляет после себя впечатление о свете даже во тьме. Для того, чтобы объяснить эту идею, представьте себе, что вот мальчик пошел знакомиться с девушкой, приходит домой, мама спрашивает его, ну, каково твое впечатление? Впечатление можно составить лишь только после того, когда вы ушли от человека, вы свидание имели и теперь ушли. Мудрецы, например, называют родителей Горим и горы Харим связанными, по сути, словами, потому что так же, как горы, их величие становится понятным лишь тогда, когда вы от горы отошли, точно так же родители. Их величие становится понятным лишь тогда, когда мы отошли от них или они отошли от нас. Потому мудрецы объясняют, что когда Яков ушел из Бершевы, когда он ушел из места, в котором он жил, лишь тогда люди начали по-настоящему ценить тот свет, который он им давал, и теперь которого нет, но он это впечатление после себя оставил. Потому по большому счету связывают эти слова мудрецы с идеей творения мира. И говорят, посмотрите, Всевышний сотворил мир, сразу сотворил свет, а потом этот свет сокрыл. Что же произошло с миром и что осталось в мире после того, как Всевышний сотворил сотворенный изначально свет? В мире осталось впечатление о свете. Это впечатление о свете и творило все, что творилось потом. Именно впечатление о свете обладает колоссальной творческой силой. Когда, например, иногда родители, учителя говорят ученикам или детям, делай так, делай этак, то дети могут сопротивляться, не хотеть. Когда они заканчивают школу, или когда уходят из родительского дома, или когда родителей нет, то они уже вдохновляются неким внутренним светом того впечатления, которое осталось в их душе. Это то впечатление о свете, которое творит свет, которое вдохновляет человека тянуться к свету. Потому в каком-то смысле влияние отца на сына, например, после его кончины, оно с одной стороны как бы отца уже нет, но с другой стороны память о нем. И то впечатление, которое человек оставил в душах детей, близких, друзей, оно становится лишь сильнее. Потому что теперь это впечатление обладает огромной творческой силой. Ведь это уже не свет, а это впечатление о свете. И если раньше человек мог видеть свет, и цвет мог ослепить его, он мог от света как бы даже отойти, потому что свет мог быть слишком ярким, то теперь во тьме он ищет свет, он тянется, и он хочет идти к этому свету сам. В этом смысле мы также понимаем, что все, что мы делаем в этом мире, мы оставляем впечатление. Мы общаемся с людьми, мы разговариваем с ними, мы совершаем поступки. Наши слова, наши дела, в каком-то смысле даже наши мысли, это те впечатления, которые мы оставляем в этом мире после себя. И они продолжают как искры, рассыпанные во тьме, жить, каждый из них самостоятельной жизнью. Иногда мы можем что-то сказать, что-то делать, даже не обратив на это внимание, но кто-то увидел и кто-то услышал. И это создало некое впечатление, которое вдохновило кого-то, изменило его судьбу, сотворило что-то новое в этом мире. Потому, когда праведник уходит, это создает впечатление о свете. Этот свет обладает огромной творческой силой и благословением. который может благословить, понятное дело, близких, семью, друзей, весь народ. Я хочу также упомянуть, друзья, замечательное слово, имя, которое носил Рыбьон Агорин. Йона. Что означает слово Йона? Йона на иврите означает голубь. Но мудрецы говорят, что на самом деле Йона, это как сказано в песне Соломона, Йона ти, голубка моя, имеется в виду, так Всевышний обращается к человеческой душе. Это душа человека. И потому даже в рассказе о Ковчеге, о том, как из Ковчега вышла, так сказать, вылетел голубь, а потом он вернулся, это речь идет о душе, которая улетела, так сказать, для исполнения своего предназначения в этом мире. И потому, друзья, я хочу вспомнить также о том, что потрясающая, удивительная, ошеломляющая книга, которая так называется Йона. Речь идет о пророке Йона, и мы читаем эту книгу в день прощения Йом-Кипура. В каком-то смысле, когда уходит человек, когда он умирает, это его день, судный день, но когда его хоронят, то близкие, родные, друзья просят у него прощения, и он прощает их на небесах. Так вот, любопытно, что именно так называется книга Йона, которую мы читаем в Йом-Кипур. У этой книги есть удивительная, в принципе, загадочная, как бы такая история, которая отнюдь не всем понятна, и мы ее читаем в Йом-Кипур, многие не понимают, о чем она. Она о пророке Йона, к которому обращается Всевышний, и говорит, иди и призови город Нинвы и жители его Ассирийской империи на севере Израиля к Раскайню. Почему-то Йона не хочет исполнять этого пророчества, не быть пророком для города Нинвей, и вместо этого бежит из Израиля, садится на корабль, плывет куда-то, так сказать, по морю, и пытаясь убежать из Израиля, надеясь, что вне Израиля не будет пророческого дара, и он не должен будет исполнять этого послания, но там начинает штормить, понятное дело, от себя не убежишь, от Бога внутри себя не убежишь, и баряки начинают как бы искать, кто же это вообще виноват, и бросают жребия, и находят Йону где-то в трюме, прячащемся, и спрашивают, что с тобой, почему ты? Он говорит, да, вот это из-за меня так штормит, и поэтому корабль может вот-вот утонуть, и для того, чтобы спасти свою жизнь, они выбрасывают его в море, и Йона съедает рыбу, левьетан, некий кит такой огромный, и вот он там, уже внутри этого кита, казалось бы, совершенно безысходности, обращается с мольбой ко Всевышнему, и Всевышний слышит его молитву, как бы исходящую зна морского, и спасает его, левьетан, возвращает его на землю, и Йона на этот раз понял, что ему необходимо исполнить свое предназначение, идет в этот город Нинвы, призывает их к раскаянию, люди эти раскаиваются, и почему-то, вместо того, чтобы радоваться, Йона начинает плакать, и просить о смерти, и говорит, что смерть лучше жизни для меня сейчас, и Всевышний обращается к нему удивительным символом, дает ему увидеть прекрасный кикаен, прекрасный цветок, кикаен, я не знаю, как этот цветок называется по-русски, он смотрит на этот кикен, почему-то этот кикен утешает его, этот цветок красиво утешает его, и вдруг тогда Всевышний посылает червя, этот червь, как бы перекусывает этот цветок, цветок увидает, и опять начинает просить смерти этот Йона, пророк, и тогда Всевышний говорит ему что-то о судьбе человека, о том, как нужно относиться к людям, как нужно относиться к своей судьбе, и не судить ни тех людей в городе Нинвей, и, по сути, принимать с любовью Творца и все то, что он сделал. И вот эти последние слова, они оставляют, в принципе, недоумение, о чем эта книга. У этой книги есть два пласта. Пласт первый, простой. Мудрецы говорят, что Йона не хотел исполнять этого предназначения Всевышнего, потому что он, Йона бен Амитай, Йона сын истины, знал истину, что Всевышний посылает его с призывом о раскаянии к Ассирийской империи, потому что Ассирийская империя будет инструментом наказания евреев, которые ушли от Торы и забыли о Боге, и потому Ассирийцы придут и напомнят евреям о их предназначении, о котором они хотели забыть. И они изгонят десять колен Израиля. А он, Йона, был сыном своего народа, любил свой народ, и он не хотел укреплять врагов Израиля. Мудрецы говорят, что он любил народ больше, чем любил Всевышнего на небесах. В каком-то смысле это было его испытание, если хотите. На эту тему вообще книга. Но он должен был вознести всю любовь свою над... Любая любовь в этом мире, она должна проходить сквозь призму любви ко Всевышнему. И случайно мы, кстати, говорим, например, человеку, который теряет близкого, мы говорим, пусть Всевышний утешит тебя среди других скорбящих народа Израиля. Мы говорим при этом не просто Всевышний, хамакум, место. Всевышнего называем словом место. Почему? Да потому что одно из объяснений опустело место в сердце человека, то место, которое было наполнено любовью к близкому. И теперь это место любви, оно опустело. На самом деле в этом месте пустота, и человек должен эту пустоту наполнить любовью. И он должен эту любовь вознести. он должен эту любовь вознести, которая была к человеку, а место опустело этой любовью ко Всевышнему заполнить это место опустевшее. У Всевышнего есть план, и мы знаем, что Всевышний любит свой народ, мы это знаем. Мы знаем, что Всевышний любит каждого человека, потому мы принимаем этот план Всевышнего с любовью, потому что когда Всевышний понимает, что еврейскому народу нужна Ассирийская империя, то нам ничего не остается, как исполнить его предназначение с любовью. И когда Всевышний забирает человека из этого мира, то мы понимаем, что пришло время, и мы тоже принимаем это с любовью ко Всевышнему, и это в частности причина, почему мы поем песен Всевышнему, освящая его имя в тот момент, когда, казалось бы, наше сердце разбито, и любовь к любимому человеку заставляет опустевшее место болеть. Вот именно это место нужно заполнить любовью к небесам. Это простое понимание. Из удивительной комментарии книги «Сияние зор», книги Йоны. В этой книге говорится о том, что это не просто о том пророке Йоне, который жил когда-то. Йона – это душа. И Всевышний обращается к каждому человеку и рассказывает ему о пути его души. Прежде всего, душа человека, она ведь находится изначально где-то на небесах, она часть самого Творца. И Всевышний говорит ей, спускайся в этот мир во имя исполнения своего предназначения. А душа не хочет, потому что у души какие-то свои интересы. Прежде всего, она хочет быть на небесах, она не хочет страданий, она не хочет боли, она не хочет болезни, она не хочет несправедливости, она не хочет идти в этот мир. Но Всевышний повелел ей идти и найти свое тело. Интересно, что слово «они-я», да те из вас, кто знают, слово «они» это «я». «Ани-я» это как бы свое «я» ей нужно найти, свое тело ей нужно найти, и она, это душа, в конце концов, она сводит свой корабль, а не «я», свое тело. И вот она на этом корабле движется по жизни. И сначала она движется беспечно, и все нормально, и все хорошо, и все прекрасно, а потом вдруг начинает штормить, и начинаются проблемы, и начинаются болезни. И вот, когда начинаются болезни, человек спрашивает, почему, что произошло? Может быть, все случайно, может быть, все еще по какой-то причине. Вот, в конце концов, приходит критический момент, когда моряки на кораблях, говорит книга «Сияния Зор», это органы человеческого тела, которые болят. И эти органы спрашивают, из-за чего, почему? И начинают искать виновного. И бросают жребий. И вдруг оказывается, что это душа, которая ушла в пятки. Та душа, которая прячется. У каждого из нас есть душа, которая прячется, правда? Так вот, это та душа, которая прячется. И находят в этой, так сказать, находят в этом трюме эту душу. И говорят, это из-за тебя? Она говорит, да, это из-за меня, я виноват, я грешил, я сделал не то, я не хотела исправляться, я убегала от Бога. Так же, как Адам. Помните, что он делал после творения? Он прятался. Так же, каждый из нас прячется, и душа каждого из нас прячется в пятки, в нашей собственной жизни. И вот приходит время, и эта душа, не исполнившего своего предназначения в этом мире, ради которого этот мир она спустилась, она выбрасывается с корабля в море. Море изначально это жизнь, это временное, это путешествие, а то, что постоянно, это суша. И вот, когда из моря, так сказать, или из корабля выбрасывают душу, книга «Сияние» говорит, что речь идет о смерти человека. И когда она попадает в в этот левьятан, в этого, так сказать, кита, это речь идет о том, что это мир грядущий, это некая, так сказать, преисподня очищения после смерти. И после того, как там очищается душа, не исполнившая своего предназначения, она вынуждена вернуться, это называется гиргульшени, она вынуждена вернуться в этот мир, потому что пока человек своего предназначения не исполнил, ему все равно придется исполнить. Тот, кто не отдал долги, его вернут в этот мир отдавать долги. Тот, кто кого-то обидел, он вернется в этот мир для того, чтобы его обидели, и он был в расчете, или он научился просить прощения. И поэтому каждый должен будет что-то в этом мире обязательно исправить. Это неизбежно. И вот во второй раз, когда эта душа возвращается в этот мир, она уже понимает, что ей нужно исполнять. Она идет, она исполняет, она просто подчиняется от страха, но она еще не обрела любви, потому что даже подчинившись от страха, она, увидев что-то материальное в этом мире, утешилась. Что-то материальное может утешить. Кого-то утешает работа, кого-то утешает богатство, кого-то утешает слава, кого-то утешают любимые люди, говорит Зор. Но потом приходит червь, это время, который отбирает у человека все. Все, все, что у него есть, придет время, и у него заберут. И ему нужно научиться поднять любовь ко Всевышнему над любой своей любовью в этом мире. И вот это последний момент, когда он должен понять, что даже укрепив врагов Израиля, сделав это по указанию самого Творца, который любит свой народ, он сделал то, что было необходимо сделать для еврейского народа, во имя исполнения этим народом своего предназначения. В этом смысл. Поэтому, в первую очередь, поскольку мы говорим в такой момент, когда мы провожаем душу рыбьона, которая поднимается на небеса, к своему Творцу, это напоминание нам о том, что каждый из нас это Йона, и каждый из нас должен исполнить свое предназначение. И если эти слова вдохновили вас задуматься о том, откуда мы и куда мы в этом плавании, и найти свое место на этом корабле, важно, чтобы душа не была в трюме, а чтобы душа была капитаном. Тогда, может быть, мы поймем, что Машиех въедет в Иерусалим на осле. Потому что у нас с вами выбор в жизни. Либо наше тело, упрямый осел, который в каждом из нас, управляет нашей душой. Тогда, получается, осел ведет слепого наездника. это по зиму фройду. Это понятие бессознательного и сознательного. Разве это жизнь, которую мы хотим прожить? У нас есть другой вариант. Оседлать осла и направить этого осла в Иерусалим, к Машиеху. быть капитаном своего корабля для того, чтобы направить свою душу на исполнение своего предназначения. Всего самого хорошего. субтитры